Сегодня свободное время мы проведем с руководителем Сибирского культурного центра и одним из организаторов культурно-просвидетельского проекта во сибирском городу Аленой Малиновской. Как сохранить традиции и на них заработать. Преимущество ручного труда и законы иностранной конкуренции. Здравствуйте, Алена. Рада видеть вас в нашей студии. Сегодня поговорим о ярмарке ремесел. Как с помощью народного промысла разнообразить досуга мечей. Что это за проект? Расскажите. Проект «Город мастеров» — это составляющая большого проекта. Мы его назвали «В осибирском городу». Он призван привлечь внимание мечей к народным традициям, к народным промыслам, к ремеслам. И сделать бульвар Мартынова местом притяжения, чтобы все жители города Омска знали, что именно здесь, около Сибирского культурного центра, в Сибирском культурном центре, можно познакомиться с традиционной культурой, с этнографием, с бытом русских крестьян, которые проживали на территории Омской области исторически. Поучаствовать в интерактивных мероприятиях. Проект уже не первый год идет, но только в этом году вы решили его растянуть на все лето. Почему? На все лето, потому что у мастеров на самом деле есть проблема. У них нет места, где они могли бы реализовать изделия своего труда. И проблему эту они ставили перед нами как организаторами ярмарок, выставок, народно-художественных промыслов. Вот мы озадачились, чем бы помочь мастерам. И в этом году подали такой проект комплексный и получили поддержку администрации города Омска на его реализацию. У проекта три составляющих. Это вечера народной хореографии по средам на бульваре Мартынова, а в субботу ярмарка мастеров и мастеровые субботы. Очень давно к нам обращаются жители с просьбой прийти научиться ремеслам, рукоделиям, которыми владеют наши мастера. И с помощью проекта мы приглашаем мастеров, которые делятся своими знаниями. Вход у нас свободный, все материалы приобретены за счет средств гранта, и все желающие могут обучиться основам мастерства. А ремесла, это какие-то определенные выбираются, или можно вот всему, что представлено, всему можно научиться? В рамках проекта 14 суббот запланировано, и 14 видам рукоделий и ремесел можно научиться. У нас уже прошли мастер-классы по батику, горячему и холодному способу батика. Я прошел мастер-класс по бисероплетению, по вышивке, русскому шву и по гончарному искусству. Впереди еще много мастер-классов. Раньше гончарное дело это было чисто женское дело, а потом уже к нему пришли мужчины. Соответственно, сейчас вот кто больше проявляет интерес, женщины или мужчины? Глина – это тяжелый материал, ее же нужно правильно вымесить тщательно, да, и круг попробуй покрути. Это больше мужское сейчас ремесло, и на территории Омской области промыслов, как таковых в классическом понимании, не сложилось, как в европейской части России, да. Но существовали отхожие промыслы. В старину ремесло, вот если оно приносит доход, значит его передавали с поколения в поколение уже. Если не приносило доход, то меняли на что-то новое. Среди ваших участников как много именно потомственных мастеров? Потомственные мастера есть, но их немного, потому что связь поколений исторически прервалась. Но очень много людей, кто через поколение, помня о том, чем их дед или бабушка занимались, да, восстанавливают традицию ремесленную. На самом деле заниматься ремеслом сейчас это очень смелый поступок, потому что это нужно оторваться от стабильного соцпакета, да, стабильной зарплаты и своими руками, своим трудом добывать себе хлеб насущный, зарабатывать этим. То есть можно сказать, что сейчас это все-таки больше хобби, чем профессия? В промышленных масштабах, да, в Омской области промыслов нет, как в европейской части России, потому что у нас и система, и мероподдержки мастеров, ну, слабовато, скажем, откровенно, да, и отличается от европейской части России, где традиционные промыслы городецкие, богородские, да, знаменитая хохлома. И условия у нас другие. У нас существовала ковроткаческая фабрика, она закрыта. У нас в Черлаке существовала фабрика гончарная, тоже она закрыта, из-за нерентабельности мастера позакрывали просто производство и перешли на другие виды работ. Ну и не секрет, что китайский рынок вытесняет, потому что они умеют все сейчас делать, все подделывать. Это тоже большая проблема. Ручной труд, он дорог, на самом деле, это полностью ручное производство, начиная от добычи материала, те же корзины из лозы, чтобы сплести, это нужно берег обойти реки, набрать его пруд, его очистить, особым образом сварить, а потом уже сплести корзину. Она не может стоить 300, 400, 500 рублей, как у китайских производителей. Насколько полезными могут оказаться знания, полученные в рамках мастер-классов на ярмарке ремесел? Человек, он же по своей природе творец, а технологическая революция, информационная революция 21 века не дает ему возможности творить. Все можно купить в магазине, а потребность у человека осталась. Вот они обращаются к хендмейду, поэтому он так стал популярен и к ручному труду, потому что ощущение миросозерцания только при рукоделии, вовлечении в творчество человека, когда он погружается и чувствует себя творцом, создателем красоты. Скажите, а у вас есть свое какое-то хобби или может быть ремесло, которое вам больше близко по духу? Сложно сказать, потому что когда я начала заниматься фольклором лет 20 назад, то это ниточка, которая раскручивает большой клубок. Невозможно петь народные песни, при этом одеваться не в традиционный костюм. Чтобы одеться в традиционный костюм, нужно его сшить. Для костюма нужно вышить рубаху, нужно вышить грудку сарафана, сплести пояс, связать гайтан из бисера. Это такой вот клубок, который раскручивается, поэтому я владею несколькими видами рукодельными. У меня дочь сейчас в фольклорном ансамбле, и она быстро растет, вытягивается. И, конечно, все костюмы ей я шью сама. В вашей семье еще был кто-то, кто занимался вот так плотно рукоделием? Сколько помню рассказы бабушки, она всегда и вязала, и вышивала, и крючком вязала. Раньше же было очень популярно, особенно в середине 20 века, и вышитые подзоры на кровати одевать, и наволочки, и кружевные прошвые вставки. Это было очень популярно. Только к концу 20 века, наверное, мы стали утрачивать вот такую тягу к ремеслам. А как считаете, вот насколько важно сейчас молодежи передать вот эту любовь к старине, к ремеслу, чтобы передать это дальше? Это очень важно. На самом деле дети очень тянутся к этому, потому что наш шепот проведения фольклорных смен в детском лагере говорит о том, что у детей интерес есть. Они загораются, и они осваивают бисероплетение, и любят расписывать роспись, и ткут с удовольствием пояса. Вот посмотрите, за границей, когда народные праздники проходят, все одевают народные костюмы. Ну, это так и в Испании, и в Германии, да, в скандинавских странах. Это очень популярно, и зачастую эти костюмы себе люди производят сами, своими руками воссоздают. Как думаете, когда-нибудь мы к этому придем? Я надеюсь, мы для этого работаем. Помимо того, что мы проводим локальные ярмарки, да, Сибирский культурный центр является организатором большого праздника традиционных ремесел «Покровская ярмарка». И на Покровскую ярмарку собираются мастера из многих регионов России. Это межрегиональный праздник. Он трехдневный, большой, на бульваре Мартынова, поэтому не случайно, что мы на бульваре Мартынова затеяли этот проект. И людей все больше и больше приходят наши праздники, потому что, ну, они уже знают, они уже слышат, и целый год готовятся, можно сказать, чтобы прийти. И знают мастеров, которые будут точно на наших ярмарках, и приходят, чтобы купить их изделия. Спасибо вам за беседу. Спасибо вам. Надеюсь, что аминчам понравятся и предложенные формы, и то, что можно научиться чему-то на ярмарке ремесел. Ну, и, конечно, купить сувенир, либо сделать его своими руками и забрать уже домой. 20 августа в арт-центре на Любинском играют спектакль «Остаться нельзя уехать». Аминчам предлагают самим расставить смысловые акценты, а заодно и стать свидетелями непростой жизни юноши с юридическим дипломом и космическими амбициями. Оправдаются ли надежды Макса на безбедную жизнь? 22 августа в прокат выходит комедия «Трудности выживания» от режиссера Евгения Торреса, известного зрителю по сериалу «Интерны». Главная героиня – начинающая журналистка. В погоне за сенсацией она отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник. Однако с самого начала шпионская миссия идет не по плану. Погрузиться в атмосферу советской киноиндустрии можно в историческом парке «Россия. Моя история». С 23 по 30 августа здесь будет работать экспозиция, посвященная Дню кино. Киноаппараты, которых не встретишь даже в музеях, афиши и старые кинопленки. Также желающие смогут насладиться просмотром фильмов времен СССР. Аппетитным завершением недели станет гастрономический фестиваль «Вкуснолюбинский». Тема праздника – яблочный спас. Рестораторы испекут огромный пирог, а омских хозяек ждет конкурс на самое вкусное варенье из ароматных яблок. В программе также мастер-классы от шеф-поваров, яблочные фотозоны и квест по следам Комиссарова.